Сейчас рассматривается, например, уголовное дело в Заводуковском суде в отношении одного из бывших уже теперь замов главы городского округа Заводуковского, которая получала взятки за заключение, за то, что она способствовала заключению договоров на оказание различных услуг с конкретной организацией. Определенный процент от этого получала на 2 миллиона 400 тысяч в этих пределах в общей сложности, то есть от каждого договора ей платили. Это называется откат, это в сфере закупок достаточно распространенное преступление среди общей массы выявляемых. У нас есть пример по Илутровску, сейчас дело расследуется тоже в отношении руководителя одного из подразделений администрации, которая на стадии завершения расследования. Тоже также откат в связи с заключением договоров о оказании услуг. У нас, например, по Теменскому району в сфере ЖКХ ряд муниципальных образований, директора предприятий жилищно-коммунального комплекса просто-напросто вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ. Например, нужно поставить куда-нибудь в оборудование, допустим, насос, в котельную, либо не ставят, либо ставят какой-нибудь уже состарившийся, так скажем, бывший в употреблении заместо нового подписывают, а недостоверный акт деньги похищают, соответственно. Либо завышается ценник на проведение работ, то есть надо было все сделать за 200 тысяч, делают за 500-300 в карман. То есть это вот факты, которые, казалось бы, да, там 200-300 тысяч, говорят, ой, по России он миллиардами ворует. Но из этого складывается сумма ущерба, которая в целом за год, вот у нас за прошлый год, сумма ущерба по коррупционным делам превысила 400 миллионов рублей. Это, наверное, уже, то есть на эти деньги ведь что-то можно было точно так же сделать, построить, приобрести, а они были похищены. И процедура возмещения довольно длительная, и в данной ситуации без работы правоохранительных органов здесь эти деньги вообще просто бы никак не были возмещены и возвращены в бюджет. Продолжение следует...